И мы видим, что вот на фоне всего этого возникают какие-то удивительные совершенно моменты, светлые и потрясающие, что там сидят в тюрьме, сидит ребенок, 14 лет, который пишет матери письма в тюрьме за то, что он в компьютерной игре смоделировал повреждения от здания местного ФСБ. Он за это сидит в тюрьме, но сколько достоинства офигенного в его письмах и как отсюда. Понятно, что у режима есть еще один смертный враг. И вообще как-то стало проявляться, проклевываться удивительное достоинство. Я хочу, я буду говорить там в конце всякие там «Живе Украина», но я хочу, чтобы не забыть сказать спасибо Чечне. Спасибо за храбрейшего парня. Понятно, кого я имею в виду. Да, и про него уже там много интересного рассказали оттуда, что если бы это был настоящий мужчина, он бы не убежал. Ну вот это все. Он повел себя абсолютно адекватно, но это действительно бесценный парень и действительно настоящий чеченец. А вот мы видим, что уполномоченная по делам ребенка, она, зная о существовании этого 14-летнего мальчишки, которого арестовали за компьютерную игру, она, тем не менее, продолжает кудахтать, попадета наша, продолжает кудахтать и рассказывать о том, как ужасно, что детей ведут на митинги. И она тоже пытается существовать в этой кремлевской голограмме, которая набита там крестами, дворцами, полками нацгвардии, омонами, нефтяными фонтанами. И главный обитатель этой голограммы, он, знаем сейчас, обижен на реальность, и поэтому он отказался от всяких связей с реальностью. Раньше была какая-то призрачная связь, теперь ее нету. Кремль как бы лег на сохранение и как бы дистанцировался, но все равно вот за всеми этими событиями надо видеть, чувствовать и понимать, чья рука. Потому что ведь все они, они же абсолютно только инструментари. И те, кто в Ярославле допрашивает сегодня школьницу, которая посмела снять портрет Путина. И те, кто в Питере допрашивал 11-летнюю девочку о ее политических взглядах, схватив эту девочку на митинге. То есть власть давно показывала некую свирепость, еще задолго до этих событий было непонятно, зачем так и почему так. Теперь понятно, потому что мы для нее враги, да, и вот по логике Кремля с врагами только так и надо. И они в эти враги записали как минимум треть страны, и с врагами можно больше не церемониться. Это в общем вся история перестает быть безобидной. Они довольно быстро эти все романтики-державники попрощались со своими попами-церквями, мечтами и романсами. Ну вот, кстати говоря, вот печать маразма очень такая милая, мне очень понравилась. Она теперь поставлена на космос. Вот поставлена прямо, и не отмыться космосу будет от этой печати. Но согласитесь, что к этому были все предпосылки. Да, безусловно. Но зная, чтобы вот Рогозин и ряд общественных деятелей Гвинеи и Бесау подписали бы какое-то совместное вызвание, что Луна не должна быть ничьей базой, милитаризация Луны и лунных исследований недопустима. И тут же Роскосмос сообщает о своем ответе. Выясняется, что корпорация Роскосмос проведет длинный, многомесячный, прошу прощения за это выражение, эксперимент по имитации полета на Луну. Трое мужчин и трое женщин, открывай, 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 там буквально так написано, будут помещены в изоляцию. Причем в качестве лунного модуля используется старый перекрашенный автозак. И вот подлет к Луне на автозаке, орбитальный облет Луны на автозаке, посадка, выход на поверхность, сбор лунного валежника, постройка дворца. Ну и главная, конечно, задача этой лунной экспедиции это сбор лунной стеклотары, которую там оставили американцы. Но вот когда я увидел, что когда бутылки соберут, Рогозин пойдет дальше и его космонавты на том же автозаке отправятся, я думаю, зашивать черные дыры.